Стрельцы, приветствую вас! Меня зовут Ева Лехцер, вы на моем канале. И сегодня мы с вами посмотрим ваш второй прогноз на мае 2024 года. Будем анализировать, какие события вас ожидают, к чему стоит подготовиться и, в принципе, на что стоит рассчитывать. Поэтому не будем откладывать в долгий ящик. Сразу приступим с вами к раскладу. Основные энергии месяца, работа, финансы, здоровье, личная жизнь и рекомендации от карт. Итак, основные энергии. У вас здесь ложится паж монет. Это карта нового опыта, новых знаний, обучения, новых возможностей. То есть многие из вас будут вкладывать свое время, свои ресурсы, все узнать в самого себя, в какие-то новые навыки, знания или прокачивать то, что вы уже сейчас имеете. Опять же, заниматься обучением ваших детей или ваших внуков. Для некоторых из вас, если вы непосредственно что-либо преподаете или чему-то обучаете, то, как показывают арканы, это делится опытом с вашими наставниками, с вашими последователями и с вашими учениками. Почему говорю сейчас с наставниками? Потому что, как бы это не прозвучало, но тем не менее, ученики очень часто дают много полезных знаний и информации своим гуру. Поэтому это такой, знаете, равноценный энергообмен. Мы посмотрим, в какой нише у вас в большей степени отыграется этот аркан. И у нас здесь ложится туз мечей, то есть аркан интеллекта, аркан мыслей. Здесь появление какой-то новой идеи. У многих это может быть ситуация, когда вы погружаетесь в изучение какого-либо языка или еще может быть такая позиция повторения мать-учения. Почему? Потому что у вас тройка жезлов, это по сути уже идти протоптанной тропой, то есть совершенствует свои знания, свои навыки в той нише, там где вы уже, так сказать, что-то имеете. Смотрим вопросы работы. На работу у вас здесь ложится король мечей. Аркан, который указывает в первую очередь на взаимоотношения с человеком воздушной стихией, весы, близнецы или водолей. То есть он непосредственно будет влиять на вашу работу, на вашу карьеру, на ваши дела в бизнесе. Но и в целом, как характеристика ситуации, текущего положения вещей, это конечно же проверки, это аудиты, это экзамены, у кого-то верификации, аккредитации. Может быть в первую очередь ситуация, когда выйдете по обмену опыту, опытом куда-либо и представляете интересы вашей компании, вашей организации. То есть здесь очень насыщенный будет месяц действительно в плане работы. Смотрим ситуацию для тех, кто у нас сейчас работать не может по ряду причин. То есть мамы в декрете, пенсионеры, неработающие студенты. И здесь неспроста ложится аркан жрец. Потому что по жрецу это в первую очередь прокачивать свои навыки, черпать знания, обучаться, чтобы что-то свое открыть, создать и на этом зарабатывать. У некоторых уже сейчас, так сказать, может идти финансовый поток. Например, вы занимаетесь репетиторством или вы тренер. Может быть, вы диетолог, нутрициолог. А может, вы шикарный автослесарь, как следствие берете себе кого-то в наставника, обучаете. Простите, господи, не в наставника, а в последователя вашего студента. Обучаете, передаете опыт и навыки. То есть ниша здесь может быть любая. Может, вы даже торты там печете. Но сам факт. Вы здесь уже можете монетизировать свои знания, свой опыт. Поэтому не относитесь к этому скептически. Если вы действительно что-то хорошо делаете, то попробуйте это, скажем так, закрепить на материальном уровне. Для тех, кто у нас с вами является соискателем. Король мечей и паш чаш. Вообще-то положительные новости, положительные известия. Более того, это ситуация, когда вас берут на работу в статусе младшего специалиста. То есть вы уже получаете опыт, навыки, являетесь стажером. Поэтому информация для вас здесь замечательная. Для тех же, кто у нас является наемным сотрудником. Здесь ложится аркан ментаморфозы. Он присущ только этой колоде. И говорит о следующих вещах. То есть здесь в какой-то степени исполнение мечты. Легкость, продвижение, новые возможности. Ситуация, когда вас заметили, на вас обратили внимание. Заинтересовались вашей кандидатурой, вашей экспертностью. И будут вас продвигать. Если смотреть ситуацию для тех, кто владеет собственным делом. То король мечей и семерка мечей. Не совсем хороший аркан. Объясню почему. Будьте начеку. Потому что кто-то может пытаться отнять ваш интеллектуальный труд. Под видом студента. Или человека, который пришел вам в обучение. Или просто пришел в вашу организацию. Трудоустроился, а сам по факту принимает какой-то опыт. Может быть для конкурентов. Может быть для самого себя. Если человек открывает подобное дело в подобной нише. То есть это желание как поднабраться у вас опыта. Взять что-то ваше. Использовать в своей стезе, в своей структуре. Опять же, карты не рекомендуют в течение этой недели вкладываться, инвестировать какие-то новые проекты. Потому что может быть как ситуация обмана, так и самообмана. Но еще такой момент. Внимательнее относитесь к новым партнерам. К новым людям, с которыми вы взаимодействуете. Потому что есть риск не искренности, но и как следствие потери для вас ресурсов. Для тех же, кто у нас имеет в подчинении персонал. Опять же, быть начеку. Потому что может быть ситуация, когда кто-то из ваших подчиненных может заниматься вопросами воровства. Это может быть продукция ваша, то есть какая-то группа товаров. Или ваш интеллектуальный труд. А может быть у кого-то в прямом смысле слова деньги. Поэтому будьте здесь внимательны. На финансы ложится аркан эмпатии. Присущ только этой колоде. Карта, которая говорит о том, что вы четко ощущаете, при помощи чего можете зарабатывать. И у большинства из вас это какие-то творческие моменты, творческие посылы. Только многие сидят и бездействуют. Ждут, что это придет к ним само. Почему? Корни неверная позиция. Это сомнения в себе. Это переживания, которые будут влиять на ваш финансовый план. Тройка мечей это подтверждает. То есть будут большие расходы. А притока доходов как таковых я не вижу. Конкретно из-за вашей нерешительности или же еще такой момент нерационального использования денег. Когда у вас 150 планов на повестке дня, а вы знаете такая позиция к умным и красивым. Например, вы хотите и в отпуск поехать, и ремонт начать. И ремонт начали, что-то там подкупили, может быть какую-то там технику бытовую. И в отпуск поехали. И вот на отпуске соответственно сэкономили существенно, потому что технику приобретали. То есть и отпуск не туда, не сюда вам не понравился. И тот факт, что вы частично закрыли какие-то моменты по ремонту, они тоже вас не порадуют. Потому что ситуация не доведена до конца. Поэтому Арканы вам рекомендуют здесь, если вы уже с чем-то определились, то финансировать и вкладываться в какую-то одну нишу, в одно дело, в один проект. Не распылять свои деньги сразу на несколько возможностей. Так, то что по состоянию здоровья. Ну вот пятерка чаш это подтверждает. Потому что вот эмоциональное выгорание, усталость, нужны силы, нужны ресурсы, неверие в себя, в собственные силы. То есть это просто психосоматика, которая отображается на вашем состоянии. Но это вам подконтрольно, и вы это можете изменить. Расклад мы по сути для того и выполняем. Чтобы вы видели уязвимые точки, уязвимые моменты и могли их исправить. Личная жизнь. Десятка жезлов. Тяжесть. В чем будет заключаться тяжесть? Сейчас посмотрим и проанализируем. Смотрим ситуацию для тех, кто у нас на данном этапе свободен. Для тех, кто свободен. Тройка монет это замужем за работой. Или же может быть ситуация служебного романа. Поэтому ситуация, которая вас тяготит внутренне, эмоционально, ментально. В особенности для тех, у кого по корпоративной этике запрещены такие моменты. Поэтому для вас это действительно как тяжкий груз, тяжкое время. Для тех же, кто у нас состоит в любовных треугольниках. Что у вас? У вас десятка жезлов и паш-мечей. Это проявление недоверия друг к другу. Это могут быть вспышки ревности. Это ситуация, когда каждое ваше слово может подвергаться проверке, оцениванию, аналитике. Такая же позиция может быть с вашей стороны по отношению к партнеру или партнерше. То есть действительно ли человек занят работой и на вас нет времени. Или человек просто ищет ряд причин, чтобы, скажем так, минимизировать общение с вами. Для тех же, кто у нас в стабильном союзе. Король жезлов. Для девушек это, как мы видим, мужчина огненной стихии, овен, лев или стрелец. И, как следствие, это ситуация, когда импульсивность вашего мужчины или напористость, она, знаете как, чрезмерно может на вас давить. Для мужчин это ситуация, когда вы тянете на себе все. Весь груз текущего положения вещей, отношений, закрыть все базовые потребности. И это вас несколько эмоционально, физически истощает. Как следствие, нет сил и нет ресурсов на проявление любви, ласки, внимания, заботы, может быть, какой-то нежности. Потому что, знаете, как слишком всего навалилось. В особенности, если посмотреть по работе, то там действительно оврал. И смотрим с вами совет и рекомендацию от карт. Пятерка мечей. Во-первых, пятерка мечей находится здесь и карта воинственности конфликта. Мы сейчас с вами раскроем, стоит ли вам конфликтовать. По аркану смерти это кардинальные перемены, это менять себя. Сейчас объясню, в чем суть вопроса, суть ситуации. У вас здесь дополнительный аркан, девятка монет. То есть это осознать себя, свою внутреннюю ценность. Если кто-то нарушает ваши личные границы, то дать этому человеку отпор, отстаивать свои интересы. Далее, если это касается ситуации какого-либо проекта. То есть на чистоту заявлять о ваших переживаниях, о ваших сомнениях. То есть не бояться, знаете, как высказать свое я, свою точку зрения. Потому что сами от этого впоследствии будете страдать. Ну и конечно же, что такое пятерка мечей. В особенности для тех, кто у нас находится в горячих точках. Это, пожалуйста, такой акцент, берегите себя. Почему? Потому что, к сожалению, тут идет на повестке дня обострения военных действий. И, как следствие, в первую очередь на вас это будет влиять эмоционально. Смотрим с вами неожиданность периода. Что здесь? Мыши, дом и ложится карта тучи. У некоторых это переживание из-за недоделанных каких-то планов. Например, как я говорила, начали ремонт, не доделали. Или что-то не ладится с подрядчиками. Или ситуация, когда могут быть напряженные взаимодействия с соседями. Дальше. Или ремонт пошел не по плану. Или расходы какие-то незапланированные по дому. То есть, что где-то что-то починить. Или сломалась техника, вам нужно обновить или отремонтировать. Опять же, если это вопросы купли-продажи, то переживать состоится или не состоится. Как пройдет? Стоит ли это совершать? Тут столько много сомнений и переживаний. И они будут держать вас в таком состоянии напряжения. Опять же, мыши, дом и тучи. Это переживания из-за у кого-то ситуации на родине. Далее, у кого-то из-за взаимоотношений с вашими близкими. В частности, с женщиной. Потому что в дно колоды здесь ложится карта женщина. Но насколько все критично? Я смотрю, раскрывая колоду, здесь лежит аркан сад. По аркану сад это ситуация, когда все урегулируется. Но самое главное, запомните. Вот именно в мае месяце по пятерке мечей вам не нужно прогибаться под кого-либо. Иначе вот это желание быть для всех хорошим, оно может сыграть против вас. Вот такая неделя. Мы закрываем, как всегда. Все в положительном, в позитивном ключе. Чтобы отыгрались только благоприятные для вас аспекты. От вас я буду ждать обратной связи по прошествию данного периода. И ждать энергообмена. От вас весточки резонирует расклад или нет, как отыгрался. В принципе, что произошло. Поэтому не забудьте майкнуть. Для тех же, кому актуальны индивидуальные консультации или обучение на картах Тару, то ссылки на мои контакты вы сможете найти под любым из моих видео. Или в шапке YouTube канала. Я вас благодарю за то, что остаетесь со мной. С вами не прощаюсь. Услышимся. 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 Услышимся.